Ты нужен мне Песнь моя Больше дыхания Ты нужен мне, Господь Больше, чем все сосны Я прошу тебя Больше всего вокруг И Господь никогда Я не оставлю тебя Ты жизнь моя Ты свет мой Я люблю тебя Больше, чем песнь моя Больше дыхания Больше, чем сердце стыд Больше, чем сердце стыд Больше всего вокруг Больше всего вокруг И Господь Никогда Я не оставлю Тебя Ты жизнь моя Ты свет мой Я люблю тебя И Господь никогда И Господь никогда Я не оставлю тебя Ты жизнь моя Ты свет мой Я люблю тебя Ты нужен мне Иисус Ты нужен мне Ты нужен мне Иисус Ты нужен мне Господь, ты нужен мне Субтитры сделал DimaTorzok Aleluia! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы ищем лица Твоего И мы говорим, что Ты нам нужен больше, чем вчера Господь, мы ищем Тебя Мы ищем Твоего присутствия Мы ищем Твоей благодати, Твоей любви Приди, Господь, в силе и славе Приди, Господь, на эту жертву Господь, пусть сойдет огонь с неба Господь, пусть сойдет огонь с неба На этот молитвенный марафон, как Он сошел на жертвы не колеи Господь, мы просим, пусть сойдет Твой огонь Пусть сойдет Твой огонь, Господь Пусть эта жертва Будет приятно Тебе И пусть эту жертву Ты примешь, Бог Господь, все от Тебя Через Тебя И для Тебя Слава Тебе, Господь, и поклонение Из глубины нашего духа и нашего сердца Поклоняемся Тебе сегодня, Господь Ты достоин славы Ты достоин хвалы, Бог наш Аллилуйя Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Иисус Аллилуйя Аминь Аллилуйя Слава Иисусу, брат Иисус Слава Иисусу Аллилуйя Иисусу Дайте Ему громкие аплодисменты Поскликните Ему глазом радости Он достоин всей славы Он достоин всей хвалы Слава, слава, слава Тебе, Господь Аллилуйя Аллилуйя Тебе, Иисус Аллилуйя 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 Ты, Господь, завалов Аллилуйя Аллилуйя Его варапа, нисти Аллилуйя Иисус Слава Господу Аллилуйя Аллилуйя Повернитесь друг к другу и скажите Велик Господь И достославен Велик Господь И достославен Аллилуйя Слава Богу Садитесь, пожалуйста Как прекрасно в это воскресное утро День, когда воскрес Иисус из мертвых Собраться вместе, как церковь Чтобы воздать славу Богу всемогущему Аминь Сегодня пятый день Этого молитвенного марафона Я сидел здесь, когда поклонялся и стоял И я подумал Если бы глазами Духовными Отделившись немножко от нашей планеты Посмотреть То я думаю, что с Киева, с Украины В небо Идет такой огромный, сильный Луч света Который пробивает тьму Который пробивает поднебесье Который пробивает медные облака Идет прямо к престолу Божьей благодати Это Твоя Это наша Вместе с вами Молитва Всевышнему Аллилуйя И все, кто смотрит нас По телевидению Все, кто присоединяется к нам В молитве Мы делаем что-то особенное В это время На нашей планете Земля Я могу со всей ответственностью сказать Что эта молитва Это исторические события Не только для Украины И не только, как назвали русскоговорящих Я украиноговорящих Но говорю по-русски Потому что надо Это событие не только для Стран бывшего Советского Союза Но это событие Всемирного значения Это событие Всемирного значения Я это говорю Не для того, чтобы Как бы подкачать себя Но чтобы мы поняли Важность того Что мы с вами делаем До конца Мы поймем И увидим Результат Наших молитв Только В вечности Это Такая вещь Которая Имеет Начало Это молитва Которая Имеет Начало Но не имеет Конца Это Резонанс В вечность Это как Волны Которые Имеют Начало Но они идут 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 Это Твоя Молитва Богу Бог не дал Церкви Никакого оружия Ни атомного Ни Каких-то Наушных технологий Но Бог дал Церкви Самое Мощное Духовное Оружие Это Молитва Что В церкви Всегда Хорошо Получалось Того Что нет В мире С чем В мире Не надо Соревноваться Это Молитва Что Отличает Церковь От мира Что Отличает Нас Верующих От Неверующих Это Молитва Аллилуйя И сегодня Последний день Я верю Что Бог Хочет Дать нам В этот день Что-то особенное Я буду Читать Место Из Библии Книга Пророка Из Кииля Если У вас Есть Библия Откройте Вместе Со мной Если Вы Смотрите Это По Телевидению Также Откройте Библию Или Если У вас Библия В Телефоне Откройте Телефон Если У вас В Ноутбуке Откройте Ноутбук Или Есть У вас Персональный Компьютер И там Слово Божье Откройте Это И Закиль 47 Глава И Когда Мы Будем Читать Это Слово Очень Известное Мы Откроем Наше Сердце И Ум Чтобы Увидеть Там То Что Раньше Мы Никогда Не Видели Я Увидел Три Вещи Здесь Может Даже Больше Которые Я Раньше Никогда Не Видел Давайте Читаем Потом Привел Он Меня Обратно К Дверям Храма И Вот Из-под Порога Храма Течет Вода На Восток Ибо Храм Стоял Лицом На Восток И Вода Текла Из-под Правого Бока Храма По Южную Сторону Жертвенника И Вывел Меня Северными Воротами И Внешним Путем Обвел Меня К Внешним Воротам Путем Обращенным К Востоку И Вот Вода Течет По Правую Сторону Когда 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 тот Муж То есть Ангел Пошел На Восток То В руке Держал Шнур И Отмерил Тысячу Локтей И Повел Меня По Воде И Воды Было По Лодыжку Еще Отмерил Тысячу И Повел Меня По Воде Воды Было По Колено Еще Отмерил Тысячу И Повел Меня Воды Было По Поясницу И Еще Отмерил Тысячу И Уже Тут Был Такой Поток Через Который Я Не Мог Ити Потому Что Вода Была Так Высока Что Надлежало Плыть А Переходить Нельзя Было Этот Поток И Сказал Мне Видел Сын Человеческий И Повел Меня Обратно К берегу Этого Потока Вода Течет Из Храма Источник Моей И твоей Жизни Бог Сегодня Вчера И Вовеки Интересная Вещь Но Прежде Тем Интересная Вещь Ангел Из Икила Повел По Воде То Есть Пророк Имел Достаточно Смирения Чтобы Быть Там Где Хотел Видеть Его Бог Что Такое Смирение Смирение Это Быть Там И И Делать То Что Хочет От Тебя Бог Просто Я Почему-то Всегда Вспоминаю Последнее Время Иону Божий Пророк Который Должен Был Быть В Ниневии Но Хотел Убежать Подальше От своего Призвания Постигла Буря Большая Рыба И Вот Он В Ниневии Проповедует Коротко Отрывисто Без любви С гневом И С большим Желанием Чтобы Ниневия Была Разрушена И Бог Дал Успех Этому Пророку Такой Успех Что Нам Может Еще И Не Снилось Царь Покаялся Министры Покаялись Люди Покаялись Вся Страна Послушайте Вся Страна Обратилась К Богу Но Он Не Был Этим Доволен Интересный Пророк Очень Интересный Проповедник Это Единственный Проповедник Из всех Живущих Который Был Недоволен Успехом Своей Потрясающей Силы Проповеди Он Не основал Там Церкви Ни библейской Школы Ни университета Ничего А мог бы Если бы Может Он сделал Это То через 70 лет Миневия Бы не напала На Израиль Но он Отпроповедовал И ушел Без СНЛ Без Афиши Без Рекламы Просто Ходил Проповедовал И Бог Дал Большой Успех Почему? Потому что Он был Там Где Хотел Видеть Его Бог И он Делал То Что Бог Хотел Чтобы Он Делал Важно Не то Как мы Впечатляем Бога Важно Не то Что мы Делаем Для Бога Важно То Что Бог Делает Через Нас И так По воде Ведет Ангел Из Икииля Он Смиряется И что Интересно Что Через Каждых Тысячу Локтей Этот поток Становится Глубже Но Интересно То Что Нету Других Ручейков От Которых Бы Этот Ручеек Становился Бы Больше Вопрос Откуда Бралась Вода Она Оттуда Начиналась Откуда Воды Через Каждых Тысячу Локтей Становилось Больше Как по-русски Притоков Не было Других Спод Крыла Только Поток Один Но С Расстоянием Он Становился Шире И Глубже Откуда Вода Кто Знает Из Шрева Интересно Я не знаю Я не знаю Вы Знаете Но что Интересно Чем Дальше Чем Больше Чем Дальше Тем Глубже Чем Дальше Ты С Богом Тем Глубже Твои Отношения С Ним Чем Дальше Ты С Богом Тем Больше Воды Помазания И Силы Святого Духа В Твоем Служении Аминь Аминь Если Начало Свое Ты Берешь От Храма Если Начало Твое Это Святилище Когда Раньше Читал Это Место Я Представлял Себе Такой Бурлящий Быстрый Поток Кто-то Из вас Тоже Так Думал То Это Как Наводнение Сносит Все Несет Надо Войти В Эту Реку Быть В Этой Реке И Потом Уже Не Стоять На Земле Чтобы Плыть В Помазании Святого Духа Такое Типическое Пятидесятническое Харизматическое Представление Этого Место Но Что Интересно Когда Пророк Уже Плыл Шестой Стих Ангел Говорит Видел Сын Человеческий Странно Да Я думал Что Вся Задача Ангела Была Чтобы Языки Вошел В поток Я думал Что Главное Быть В поток И Это Главное Главное Плыть В Помазании Но Бог Спрашивает Тебя Сегодня Видел Сын Человеческий А что Еще Надо было Что-то Видеть Оказывается Кроме Потока Кроме Воды Есть Еще Что-то Он Говорит Видел Сын Человеческий Сегодня Бог Спрашивает Ты Сегодня Пятый День Здесь Видел Что-нибудь Как Что Видел Реку Видел И Что Он Делает И Повел Меня Обратно К Берегу Этого Потока Обратно То есть Они Возвращаются И Смотрите Иезекииль Проходит Ту же Дистанцию А уже Что-то Начинает Видеть Иногда Мы Бросаемся В поток Плывем А потом Говорит А ты Что-то Видел Нет Давай Пошли Обратно И Ты Возвращаешься Оттуда Откуда Ты Начал И Ты Видишь Уже Другую Картину Ты Видишь Уже Другую Панораму Это Свидетельство Твоего Духовного Роста Читаем Седьмой Стих И Когда Я Пришел Назад И Вот На берегах Потока Много Было Дерев По Ту И Другую Сторону Оказывается Суть Не Только В потоке Эта Вода Давала Влагу Деревьям И Сказал Мне Эта Вода Течет Восточную Сторону Земли Сойдет На равнину И Войдет В море И Воды Его Сделаются Здоровыми О каком Море Идет Речь Речь Идет О Мертвом Море Кто Был В Израиле Я не был К сожалению Еще Кто Был В Израиле Кто Знает Что Мертвое Море Это Мертвое Там Нет Рыбы Там Нет Волн Оно Мертвое Полный Стиль И даже Птицы Не хотят Там Летать Мертвое Море Может Ли Оно Стать Живым К сожалению Некоторые Христиане Стали Мертвым Морем Иногда Так Случается Иногда Мы Думаем Что Эта Ситуация Или Эта Проблема Или Эта Страна Никогда Не Оживут По Человеческим Соображениям Ты Прав Но Если Туда Движется Вода Из Святилища Это Море Может Ожить Есть Такая Поговорка Ложка Дегтя Испортит Бочку Меда Но Здесь Я вижу Обратное Вода Которая Впадает В мертвое Море Исцеляет Его Сколько Рек Не идут В моря Моря Остаются Солеными Но Эта Вода Имеет Что-то Особенное Она Идет В мертвое Море И Мертвое Море Соделывается Как говорит Библия Здоровым Я хочу Сказать Сегодня Христианам Которые Ранены Которые Побиты Церквями Пасторами Другими Братьями И сестрами Ранить Хорошо Может Только Кто Рядом Возле Тебя В чужих Это Не получается Слово Сегодня К вам От Крыла Храма Течет Вода И В этой Воде Твое Исцеление Все Кто Видит И Слышит Нас По Телевидению Я Хочу Сказать Вам От Крыла Храма Течет Вода И В этой Воде Твое Исцеление Считаем Дальше И Всякое Живущее Существо Присмыкающееся Там Где Войдут Две Струи Я Никогда Не Видел Что Там Две Струи Был Поток Стало Две Струи В Украинской Библии Нет Две Струи В Украинской Библии В Некоторых Других Переводах Там Стоит Куда Войдут Эти Потоки Множественное Число Две Струи Что это Такое Можно Много Рассуждать Но я Думаю Что Две Струи Это Смирение И Благодать Это Смирение И Благодать И Пусть Сегодня В твою Жизнь Придет Этих Две Струи Смирения За Которым Следует Благодать Послушайте Дорогие Мои Там Где Есть Смирение Там Обязательно Будет Благодать А Там Где Благодать Там Сила Божья Для Того Чтобы Сделать То К чему Он Тебя Призвал И Не Надо Много Париться Все Само Совершается Не От Тебя Потому Потому Что Ты Смирен Потому Что Тебя Нет От Воды От Помазания От Силы Божьей И Рыбы Будет Весьма Много Потому Что Войдет Туда Эта Вода И Воды Воды Море Сделаются Здоровыми И Куда Войдет Этот Поток Все Будет Живо Там Как Определить Живость Церкви Динамичное Прославление Динамичный Проповедник Обычно Орущий А что Дает Живость Не Стиль Быстрый Медленный Знаете Некоторые Группы В таких Стилях Поют Что Даже Не знаешь Какой Это Стиль Классно Вообще Но Жизнь Дает Бог Мы Можем Создать Шум Мы Можем Даже Вызвать Землетросение Мы Можем Создать Ветер А Он Приходит В Тихом Веянии И Этот Поток Орошает Берега А на Этих Берегах Растут Деревья 12 стих У потока По Берегам Его С той И с другой Стороны Будут Расти Всякие Дерева Доставляющие Пищу Секрет Плодоносности Это Быть Посаженным Возле Потока Плавать Тоже Хорошо Купаться В потоке Тоже Хорошо Аминь Я плавал Я нырял В эту реку И выныривал С этой реки Я снова Ныряю В эту реку И выныриваю С этой реки А что дальше А что дальше Когда ты искупался Что дальше Когда ты Поплавал Потом Надо стать Деревом Приносящим Плоды Дерево Которое Всегда Растет Листья Их Не будут Увидать И плоды На них Не будут Истощаться Я хочу Быть Таким Деревом Я хочу Иметь Такие Листья Я хочу Иметь Такие Плоды Я хочу Быть Таким Деревом Которое Не Истощается Возможно Возможно Ли Это Или Есть Кризис Среднего Возраста 40-45 лет Опасная Черта Для Мужчины Опасная Черта Для Женщины Психологи Вам Много Об этом Расскажут Да Есть Усталость Да Есть Какая То Переоценка Но Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Поднимут Кирилья Как Орлы Пойдут И не Утомятся Потекут И Не Устанут Каждый Месяц Будут Созревать Новые Плоды Каждый Месяц Будут Созревать Новые Плоды Почему? Потому Что Вода Для Них Течет Из Святилища Потому Что Вода Для Них Течет Из Святилища Я Молюсь Чтобы Дух Святой Уже Начал Нам Показывать Картину Источника Чтобы Дух Святой Уже Начал Нам Показывать Что Дальше Воды Больше Дальше Глубже И Откуда Оно Берется Ты Не Знаешь Здесь Нету Манипуляций Здесь Нету Психологии Здесь Нету Этих Штучек Которые Применяются Сегодня Сплошь И Радом Для того Чтобы Манипулировать Людьми И Держать Толпу Здесь Нету Искусственного Здесь Есть Реальное Здесь Есть Живая Вода Святого Духа И Послушайте Меня Пока Есть Этот Источник Пока Есть Эта Вода Много Не Надо Даже Много Из Того Что У нас Сегодня Есть В церквях Лишнее Будет Но Иногда Когда Не Хватает Воды Надо Что-то Соображать Что-то Имитировать Что Нам Нужно Сегодня Дорогие Жаждущие Христиане Нам Нужен Этот Поток Нам Нужна Вода Святого Духа Нам Надо Быть Посаженным Возле Этого Потока Чтобы Приносить И Листья Для Исцеления И Плоды Для Людей Свежие Сочные Хорошие Хорошие Вкусные Что Интересно Что Плоды Не Для Тебя Иногда Мы Думаем Плоды Это Мне Так Будет Хорошо Это Будет Мне Так Классно Вы Знаете Что Яблоня Никогда Не Кушает Яблок Они Для Других Твои Плоды Для Других Это Тоже Смирение Да Поможет Нам Бог Быть Там Где Хочет Нас Видеть Бог Однажды Один Человек Имел Служение Очень Сильное Толпы Приезжали К нему Где он Жил И Пришли Люди Сказали Хочешь Мы Сделаем Твое Служение Более Успешным Первое Что тебе Надо Сделать Там Где Ты Живешь Не Очень Хорошее Удобное Место Хорошо Второе Что Надо Сделать То Как Ты Одеваешься Немножко Тоже Не Очень Красиво Мы Сделаем Тебе Хорошие Одежды Третье Твой Внешний Вид Тоже Немножко Отпугивает Людей Будет Намного Лучше Если Мы Сделаем Наймом Визажистов Сделаем Хорошие Прически И так Дальше Потом Ну То Что Ты Кушаешь Это Тоже Если Узнают Популярность Не очень Большая Будет Надо Изменить Диету Ну И Еще Одно Пятое Не кричи На людей Не Обзывай Их Говори Что Бог Вас Любит Вы Хорошие И Если Вы В этом Немножко Исправитесь Вот Здесь Мы Вас Немножко Подкрасим Вы Все Будете На Немесах Вообще В общем Вы Хорошие Но Есть Немножко Проблема Но Он Продолжал Кричать Порождение Ехидины Кто Внушил Вам Бежать От Будущего Гнева Сотворите Достойный Плод Покаяния О Ком Сла Речь О Предтече А Я Специально Так Говорю А Кто Такой Предтече Нет Речь О Том Кто Сказал Ему Должно Расти А Мне Умоляться А Кто Это Был Такой Что Не Хотел Расти Это Подвиг Надо Иметь Чтобы Не Хотеть Расти Чтобы Не Показать Себя Больше Чем Христос Если Ты Больше Чем Христос Обрезание Надо Но Не То Обрезание А Духовное Обрезание Вы Знаете Если В церкви Прославление Больше Христа Его Надо Обрезать Если Твоя Проповедь Настолько Яркая Что Христа Не Видно Стань Костноязычным Что Я Такое Говорю Странное Да Нет Пусть Христос Будет Больше В Моей Церкви Пусть Христос Будет Больше Моей Проповеди Пусть Он Возрастает А я Умоляюсь Это Иоанн Креститель Если Би Он Сделал Пять Вещей Которые Ему Бы Имидж Мейкеры Посоветовали Его Служение Пошло Бы Да Вниз 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 И Он Бы Не Исполнил Своего Предназначения Где тебе быть Что тебе делать Спроси у Бога Мы будем молиться Я хочу Чтобы Поток Святого Духа Открылся Здесь Я бы Жаждал Вместе С вами Быть Посаженным Возле Этого Потока Последний Последние Слова Исцелю Их Землю Не Может Быть Исцеление Земли Без Исцеления Людей Твоё Сердце Должно Быть Исцелено В первую Очередь Бог Будет Исцелять Эту Землю Через Людей С Исцеленным Сердцем Поэтому Сегодня Мы Разрешим Святому Проникнуть В наши Сердца Сердца Братья Исцелен Других Израненных Христиан Мы Разрешим Духа Святого И будем Просить Бога Чтобы Этот Поток Туда Мог Течь Чтобы Пришло Исцеление Чтобы Пришло Пробуждение Вода Течет Там Где Низко Я Не Видел Чтоб Вода Текла В гору Она Секает Вниз Бог Изливает Свою Благодать На Смиренные Сердца Господь Почти Нас Своим Присутствием Господь Я Прошу Тебя Чтобы Сегодня Открылся Источник Из Тебя Из Твоего Храма Из Твоего Святилища Я Прошу Тебя Господь Чтобы Источник Этот Начал Течь Я Молюсь Господь Пусть Он Течет Здесь В Киеве Я Молюсь Господь Пусть Поток Святого Духа Каким-то Сверх Естественным Образом Исцелит Разбитых И Израненных Христиан Господь Я Молюсь Вместе С Твоим Народом Исцели Сердце Твоего Народа Пусть Придет Исцеление В Твою Церковь Пусть Она Исцелится От Обид Непрощения Пусть Избавится Она От Зависти Гордыни И Пререканий Господь Пусть Много Будет Твоей Воды Пусть Эти Болото Наполнятся Твоей Водой Настолько Чтобы Не было Границ Болото Но Чтобы Было Одно Твое Море Где Мы Все Плаваем Я Прошу Господь Пусть Святой Дух Коснется Наших Сердец Сейчас На этом Месте И По Этой Молитве Господь Пусть Начнутся Чудеса Исцелений Господь Пусть Я услышу Из уст Людей Бог Исцелил Мой Дух Бог Исцелил Мои Душевные Раны Я Снова Могу Служить Богу Как Прежде Я Возле Потока Я Посажен Я Приношу Плоды Я Приношу Зеленые Листья Для Исцеления Пусть Это Совершится Пусть Это Произойдет Я Молюсь Господь О тех Кто Здесь В этом Зале И Нуждается В Исцелении Я Молюсь Господь Коснись Их Прямо Сейчас Во имя Иисуса Я Прошу Тебя Господь Пусть Эта Вода И Святилище Течет Сейчас И Приносит Исцеление 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 Вода Живая Которая Исцеляет Исцеляет Сейчас Исцеляет Завтра По этой молитве Исцеляет Давайте мы скажем Исцеление Исцеление Давайте будем провозглашать Исцеление Народу Божьему Исцеление Церквям Исцеление Братьям Исцеление Сестрам Я говорю Исцеление Я провозглашаю Исцеление От воды От живой воды Текущей Исцелилища Божьего Божье Исцеление Божье Исцеление Божья Благодать Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Иисус Я верю Что эта молитва Имеет силу Я приглашаю Я приглашаю братьев Наших Исцеление Выйти сюда На сцену И будем молиться Аллилуйя Будем продолжать Молиться Исцеление Физическое Исцеление 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 Во имя Иисус Слава тебе Господь Слава тебе Господь Помазание Исцеление Когда я думал Что я буду говорить Бог сказал Говори Исцеление Одно слово Исцеление Одно слово Исцеление Исцеление Взаимоотношений Исцеление Отношений Исцеление Страны Исцеление Твоего духа Твоей души И Твоего тела Исцеление Во имя Иисус Спасибо тебе Господь Аллилуйя 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 Давайте все Закричим Аллилуйя Аллилуйя Сегодня Прямая Трансляция Это Не конференции А прямая Трансляция Самого Иисуса Христа Потому что Он здесь Самый главный Здесь есть Иисус 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 Ты здесь Мы слышим Твой голос Ты снова Говоришь Иисус Братья и сёстры Он Он есть Сердца Он не смотрит На твою одежду Он не смотрит И не слушает Как ты себя Называешь Он смотрит Твоё сердце Он стучится В наши сердца И в эти дни Господь Иисус Он стучался И продолжает Стучаться В наши сердца В сердца Искупленных людей В сердца За тех За тех Которых Он умирал На кресте Не разделяющий Как ты Называется Какой Национальности Ты человек Ты Божье Творение Ты Божье Создание За тебя И за меня Умер Иисус Я сегодня Хочу сказать Как когда-то Мой брат Апостол Павел Я ничего Не хочу знать Кроме Иисуса Христа И притом Распятого Ты нужен Мне Иисус Ты умер За меня Иисус Ты воскрес Ты воскресил Меня Ты простил Меня Твоя кровь Очистила Меня Ты пошёл На небеса Ты умолял Отца И Он послал Эту живую воду И Ты Провозглашал В день Большого Праздника Придите Ко Мне Кто жаждет Есть здесь Жаждущие сердца Слышишь Землю Жаждущие Приходите Слышишь Землю Приходите Жаждущие На земле И пейте Все Даром Без золота Без серебра Без серебра Без серебра Бейте Эту воду Жизни О Галилуя Чтобы услышать Как бы Взыскать Словно Твоё лицо Это молитва смирения здесь на этом месте И здесь написано И будут молиться Но они не помолятся Они не закончат молитву Они будут молиться Пока не взыщут лица Божьего Они будут молиться Это ты и я Когда горит жажда в тебе И ты будешь молиться Мы жаждем тебя Господь, я молюсь, чтобы ты зажег Этот огонь жажды И чтобы он не угас Чтобы он горел Господи, мы снова молимся Да придет Пятидесятница Господи, зажги эти сердца Господи, зажги сердца тех Которые у телевизора стоят Может кто-то смирил тебя И встал на колени Господи, там у своей кровати Возле телевизора И ты зажигаешь его сердце Господи, может быть Кто-то просит у тебя исцеление Ты сегодня исцеляешь Господи, если ты меня исцелил Ты можешь любого исцелить Господи, я благодарю тебя Что ты и сегодня исцеляешь Господи, я молюсь сейчас за тех Кто нуждается в исцелении У кого-то болит спина Господи, есть человек Который не может согнуться Потому что у него спина болит Он не может присесть Потому что у него кости в коленях болят И я молюсь сейчас за исцеление Мы провозгласили исцеление И оно не отсюда идет, Господь Ты сказал, я исцелю Это не мне, не нам, никому слава Здесь на земле Но тебе, но тебе, Иисус, слава За исцеление И вся слава тебе, Отец Отец Прославься в своем сыне В Иисусе Христе И вся слава тебе, Господь Никому, никому, никому Ты не даст славы Но вся слава тебе, Иисус Мы объединяемся в этой молитве Чтобы сказать Вся слава тебе Вся слава и хвала тебе Спасибо тебе, Господь За все исцеления Которые ты совершаешь сегодня В твоем народе В тех, которые называются твоим именем Которые смирились Которые молятся Которые ищут твоего лица Отвращаются от греха Каятся И приходят к тебе И получают большую награду И здесь, на земле И в вечности Да будешь ты прославлен И вся слава тебе навеки Давайте дадим славу Господу Богу Господу Есть одна категория больных людей Но они больны не физически У них разбиты сердца Они когда-то приходили к Господу А потом ушли По тем или другим причинам Возможно, они устояли Или что-то случилось И они сегодня больны У них разбиты сердца Они уже не могут жить и в мире И не могут вернуться в церковь Потому что дьявол врет им Что с ними все закончено Что их не примут в церкви Что они недостойны Но я хочу сегодня сказать Что это ложь Потому что Бог не закончил Бог пообещал Что никто Не украдет с его руки Тебя Поэтому я хочу сегодня молиться О тех людях Которые сегодня отошли Которые сегодня в мире И они не могут просто поверить Что Бог примет их Господи Я молю тебя Выйди им навстречу Ты говорил, что Разве не оставишь 99 овец И не пойдешь искать одну Господи Я знаю, что ты любишь Любишь их И я прошу милости Боже для этих людей Для этих людей Господи Я просто прошу Разрушь всякую ложь дьявола Во имя Иисуса Потому что они принадлежат тебе И я благодарю тебе за них Господи И поверю, что настал тот час Когда они придут Побегут к своему Отцу Спасибо тебе, Господь Аминь Исцеляющий Господь Мы приходим к тебе опять Живой, живой, живой Всемогущий Бог И мы просим тебя, Господь Коснись этой земли Открой небеса над нами И злей эту воду, чтобы мы приходили Мы питались Мы жили тобой, Господь Открывай наши глаза Господи, дай нам найти тебя Чтобы ты открылся нам, Господь Пускай наполняются эти чаши волитвы Пускай наполняется эта чаша, Господь Когда ты вылезешь на землю славу свою Когда ты вылезешь на землю силу свою, Господь На Украину На Украину, Господь Чтобы пришло время, Господь, пробуждение Время славы Время откровения твоего, Господь Пускай придет эта слава Мы молимся сейчас Пускай наполняются заполняются эти чаши господь и милость твоя милость твоя господь когда придет сила твоя и так легко станет проповедовать так легко станет ходить открывать людям имя твое господь и надо будет усилий и надо будет напряжений сила духа твоего будет течь по этой земле слава тебе иисус откройте этой земле во имя иисуса аминь аллилуйя мы здесь собрались и мы взяли эстафету молитвы кто-то молится за нас и мы продолжаем молиться знаете христиане и люди бывает эгоистичны думает о себе моё не для меня и я бы хотел что мы сверчили молитву за народ которого мы знаем которого мы встречаем я был славаки несколько лет тому назад и я слышал статистику что на 100 новорожденных детей рождается 48 цыган и когда словаки это услышали говорили через несколько лет демографической ситуации может поменяться там один процент живут ромов цыган я не знаю сколько в украине официально один процент или больше но я знаю что этот народ нуждается вести лень и больше всего господь мы поднимаем свой голос за народ твой за твое творение которые ты сотворил которые ты взял которого ты запланировал для которого ты имеешь лучший план и мы разрушаем планы дьявола над жизнью цыган мы благословляем этот народ пусть воля твоя которая есть у тебя будет для этого народа пусть придет исцеление пусть придет спасение пусть река жизни потечет в этот народ пусть придет жизнь твоя жизнь от тебя жизнь неба и благословение неба который ты имеешь господь мы молимся за пробуждение мы молимся за жизнь мы молимся за твой живой поток мы твои служители стоим проломясь за нашу землю за народ и за народу которые живут в нашей земле за дело великое я знаю что ты сделаешь больше чем мы думаем о чем мы просим силою которую ты действуешь да будет имени твоему вся слава вся честь тебе а мы отец небесный я молюсь прости нам наши грехи прости мне мои грехи прости каждому грехи и согрешения благодарю тебя за кровь иисуса христа за сына твоего благодарю тебе за кровь иисуса я молюсь чтобы ты омыл нас наш дух душу и тело кровью иисуса христа прости грехи каждого украинца господь каждого человека а мой и кровью иисуса христа а мой землю нашу кровью твоей пошли нам слова и исцели нас пошли нам слова и исцели наше правительство и слово стало плотью и обитала среди нас слово твое господь сегодня обитает среди нас ты его уже послал твое слово сегодня обитает среди нас ты его уже послал я молюсь господь что мы так как эта женщина торкнулись торкнулись слово твое слово твое я молюсь господь что наша земля торкнулась слово твое которое уже обитает среди нас и исцелилась от слова твое от слова твое мы все хотим чтобы бог пришел свои силе и славе ну знаешь и он христики бы сказал сегодня ты хочешь приготовить путь господу ты хочешь сделать стези его ровные ты хочешь понизить горы ты хочешь понизить холмы ты хочешь наполнить долы ты действительно хочешь чтобы бог пришел ты действительно хочешь приготовить путь господу сотвори достойный плод покаяния сотвори достойный плод покаяния не нужно говорить что у меня с богом все нормально чисто брата не люблю сестру ненавижу жену не терплю мужа ненавижу а с богом у меня все нормально не обманываемся мы хотим пробуждение мы хотим единства сотвори достойный плод покаяния не надо быть многословным перед богом не надо говорить богу традиционное прости сотвори этот плод покаяния приготовь этот путь господу сделай все чтобы бог пришел понизь эти горы засыпь эти долы сделай прямыми стези ему давайте мы на одну секунду склоним свои головы и пообещаем богу если не можешь не обещай очень опасно обещать богу но если ты уже сейчас согласился давайте пообещаем богу боже если я кого-то обидел четыре раза вас да если я кого-то обидел то хорошо сделал что попросил у бога прощения но не забудь пойти и примириться с братом или сестрой не важно какой ты ранг занимаешь не важно какие погоны у тебя какое величие у тебя какое могущество у тебя что ты сделаешь что ты хочешь сделать пойди и примирись сокруши свои амбиции сокруши свою гордость пойди и примирись если кому-то что-то должен пойди и отдай попроси прощения начни искать мира будь миротворцем и тогда придет пробуждение тогда бог придет когда ты приготовишь ему путь к своему сердцу тогда начнет меняться церковь тогда начнет быть бога больше а тебя меньше сотворить достойный плод покаяния боже мы обещаем тебе господь мы обещаем тебе принести плоды покаяния и сотворить путь тебе видя толпы народа он жалился над ними что они были изнурены и рассеяны как овцы не имеющие пастыря тогда говорит ученикам своим жатвы много а делателей мало итак молите господина жатвы чтобы выслал делателей на жатву свою господь мы просим тебя мы молим тебя господь открой наши сердца господь я прошу тебя дай нам такие чувствования какие были у тебя господь когда ты смотрел на людей когда ты видел ты видел не просто толпы людей которые ходят которые что-то ищут которым что-то нужно господь ты видел что они были овцы которые не имеют пастыря они было и были изнуренные они были рассеянные господь мы хотим видеть так само людей как видел ты это не просто люди которые живут вокруг нас с которыми мы встречаемся на улицах господь наших подъездах наших домах господь это не просто люди господь это овцы которые не имеют пастыря которым нужно послужить за которых нужно помолиться которым нужно принести слово которых нужно взять обнять господь дай нам такие чувствования господь каждый день господь мы не боимся сегодня касаться людей господь мы сегодня не боимся испачкаться господь мы сегодня не боимся взять их на руки господь как никогда ты взял нас на свои руки господь аллилуйя ты обнял нас очистил и освободил господь аллилуйя мы благодарим тебя господь что мы имеем те же чувствования которые у тебя и мы будем молиться так как ты молился за людей господь мы будем служить так как ты служил господь аллилуйя потому что ты в нас потому что ты любишь нас потому что ты возлюбил каждого в имя иисуса христа аминь господь господь наш господь всесильный всемогутный господь богатомилостивый благый и добрый мы смиряемся перед тобою и покоряемся зараз перед тобою и мы каёмся перед тобою господь что мы мало шукали тебе что мы мало шукали тебе что мы мало віддавали тобі часу мы каёмся перед тобою что суета нас багатьо глушить мы каёмся перед тобою наш бог и мы просим упрости нас и хай ту богошуканья ту богошуканья Богошукание. 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 лица мы шукаем твого лица мы шукаем твоей милостей и твоей благости наш господь вся слава тирки тоби аллюя аллюя господь достойной славы аллюя аминь слава иисусу